Привет, друзья! Сегодня у нас обещанное видео. Я покажу вам город Стратфорд-Эппен-Эйвен или Стратфорд на реке Эйвен в переводе. Это город, друзья, в котором родился и прожил всю свою жизнь со своей семьёй Уильям Шекспир. И поэтому этот город, он очень популярен и у туристов, и у англичан. Ну и помимо того, что он 12 века очень старый город, посмотрите, сколько здесь старинных вот этих вот 12-13 век зданий, всё это в первозданном виде. Но ещё и, знаете, он чем интересен? Тем, что он второй по посещаемости после города Лондон. И туристы со всего мира приезжают сюда именно, чтобы увидеть город Стратфорд и посетить дом, в котором родился и прожил Уильям Шекспир. Вот как раз этот дом Уильяма Шекспира. И здесь всегда очередь. Мой друг сказал, видите, что нам придётся подождать. Кью очередь. Смотрите, сколько здесь людей изо всех стран. Расстояние от Саус-Хэмптона до Стратфорда 190 километров. И мы ехали почти три часа, конечно же, на автомобиле моего друга. Это он мне, этот город, решил показать. И вы знаете, это моё видео, оно задержалось почти на год. Так получилось. Потому что именно на мой день рождения, в январе месяце, мы приехали на четыре дня вот в этот чудесный город. И вы знаете, ещё что я хочу вам сказать, друзья? Я покажу вам город с видимости своей и то, как мне его показывал мой друг. Надо сказать сразу, что он, мой друг, жил здесь, в Стратфорде на Эйвоне, долгое время, когда был молодым. И мы пройдём как раз вдоль реки Эйвон. Я вам покажу тот дом, в котором он жил. Ну и вообще, вы знаете, мне хочется, чтобы вы посмотрели этот город именно глазами англичан, которые здесь живут. И именно поэтому вот этот вот прекрасный бюст Уильяма Шекспира стоит в садике моего друга. И именно поэтому он с таким упоением и с такой любовью читал вам монолог Гамлета. И, конечно же, не обошлось без магии, как обычно. Фантастическая история произошла, когда мы, приехав 22 января в Стратфорд, решили пойти на могилу Шекспира, которая находится здесь в Тринити Черч, в церкви. И оказалось, что церковь закрыта на всю зиму, и вдруг эти двери распахнулись перед нами. И я всё-таки попала на могилу Шекспира. И даже вам покажу, как всё это произошло. И это действительно магия. Кто-то может верить, кто-то не верить. Но те, кто были в Стратфорде зимой, те знают, что действительно церковь Святой Троицы на зиму закрывается. А у нас так звёзды сошлись, что мы попали. Но я об этом вам расскажу чуть-чуть попозже. Вот это вот даже мой друг меня сфотографировал возле этой церкви. Как я была счастлива, как я прыгала от восторга, когда я побывала на могиле Шекспира. Но об этом чуть-чуть попозже, друзья. И вообще, вы знаете, надо сказать, что этот город Стратфорд, он для каждого открывается с разной стороны. Город замечательный. И вот я хочу вам показать именно тот Стратфорд, который я увидела. Вот это наша гостиница. Кстати, старинное здание Тюдор. Посмотрите, говорят, что это здание 12 век. И пытаются, конечно же, сохранить всю вот эту старину в первозданном виде. А, это наша дверь, смотрите. И ещё интересно то, что комнаты, несмотря на всю эту старину, очень красивые, ухоженные. И смотрятся по-современному. И ещё интересно, сейчас дам вам послушать. Тюдор, да, по-нашему говорят. А по-английски поди скажи ещё. Вот послушайте, как смешно. Услышали, да? Поздний Тюдор, короче. Вот, ещё интересно то, что, посмотрите, вот этот интерьер и вот эти портреты, которые там над кроватью у нас висят. Очень сложно догадаться. Вот посмотрите, сможете ли вы догадаться, кто именно там на портретах. Если бы они не были подписаны, то догадаться очень сложно, что это были Отелло и Дездемона, друзья. Почему Дездемону и Отелло повесили над кроватью, это ещё вопрос очень интересный. И дальше, вы знаете, я вот сейчас думаю, почему я вам все не показала эти портреты. Потому что их было очень много. Но больше всего меня также обидело то, что вот Ромео и Джульетта, они висели сзади, за шкафом. Шкаф, он был не впритык поставлен к стене. Вот, как раз вот этот чёрный шкаф слева, видите, и сзади там были видны едва-едва портреты Ромео и Джульетты. Вообще, сама по себе задумка очень хорошая украсить вот этот вот старинный Тюдоровский отель персонажами Шекспира. Но почему вот они повесили Ромео и Джульетту за шкаф, я уж не знаю. Ну, это вид из окна чудесный. По-моему, напротив как раз вот дом, который купил Шекспир для своей дочери. Вот это вот на углу церковь. И туда дальше школа, в которой мы ещё побываем. На это я вам дальше показываю ванную комнату здесь с душем. В этом номере, как это всё выглядит. И для тех, кому интересно, могу сказать, что стоимость 154 фунта в день. В эту стоимость был включён завтрак. Вот такая столовка внизу здесь была, типа самообслуживания. Ну и заказывали вы только то, как вам приготовить яйца. Ну вот здесь мы взяли разные, вы видите, яйца. Вот ещё на следующий день, это, по-моему, яйца пашот, приготовленные всегда на хлебе. Ну, вполне съедобно. Это всё считается английская еда. Английский завтрак. Это вестибюль отеля так украшен. Ну и в этот отель мы с вами ещё вернёмся. Я вам покажу здесь паб вот этот и ресторан внизу. А сейчас я хочу вам рассказать самое главное о церкви, в которой похоронен Вильям Шекспир. И мне так хочется показать вам всё. И самое интересное, и рассказать же самое главное мне хочется. Но оказывается, что я снимала не так и много. И не знаю, поместится ли мой рассказ на мои те видео. Поэтому, если я съёмку делаю немного замедленной, то вы уж не обессудьте, друзья. И вот так вот мы гуляем своим другом по вот этому чудесному парку. Я ещё и попросила птичку спеть мне песенку. И она так запела заливисто, что я расхохоталась. Ну и что вы думаете? Мы просто гуляем, наслаждаемся, никуда не торопимся. Потому что, как нам сказали, зимой церковь Тринити Черч, в которой похоронен Вильям Шекспир, и, в общем, ради чего мы сюда и приехали, она, оказывается, на зимний сезон закрыта. Ну вот мы и бродим. Посмотрите, белку тут мы встретили, увидели. Я снимаю белку. Вот, понимаете, я почему об этом вам рассказываю, что так вдруг получилось. Что мы идём не спеша. Вот увидели уже церковь, как раз замечательная вот эта. Ну и я говорю, пойдём поближе подойдём, хоть вокруг и походим там. Я эти камни старинные потрогаю. Подходим мы всё ближе и ближе. И вдруг, друзья, идёт навстречу нам мужчина. И мы с этим мужчиной встречаемся просто лицом к лицу. Именно возле входной двери вот этой вот церкви Тринити Черч. И я смотрю, мужчина этот, он, ну мы потом, вы его увидите, я покажу дальше, он обдет в совершенно обычную одежду, никакой не похоже, что он священнослужитель. Или что-то тут такое. Вот. И я слышу, у него связка ключей, он бритчит ключами. И он, значит, сразу прямо вот буквально у нас перед глазами, он ключом открывает огромным амбарным дверь центральную в церковь и туда, значит, заходит. Ну, понятно, что человек работает там. И я другу своему говорю, слушай, давай попросим, давай попросим, может быть, он нас пустит внутрь посмотреть хоть одним глазочком. Ну, друг мой англичанин, что бы он сказал, да ну, ну что ты, кто ж тебя пустит, всё закрыто. Ну, а я ж простая, вы сами понимаете, я побежала вслед за этим мужчиной, он уже практически вошёл. И я на своём ломаном английском говорю, sorry, sorry, sir, would you excuse me, please? И я ему начинаю объяснять, что я из России приехала специально в такую даль, чтобы попасть на могилу своего любимого писателя, Вильяма Шекспира. И вот не могли бы вы нам хоть одним глазочком посмотреть, дать на эту могилу. Вообще, сказать по правде, я ни на что не надеялась. И вдруг, вот эта дверь как раз, он говорит, ну, пойдёмте быстренько, бегом, я покажу вам могилу Шекспира. Ну и вот, он показал нам могилу Шекспира, вот она перед вами, я остановила на мгновение. И дальше произошло очень странное, потому что он вдруг нам стал рассказывать такую историю, в которую трудно поверить. И я даже это всё записала, и он видел мою камеру в руках. И вот послушайте, что он нам рассказал. Главное, что мы его даже не спрашивали. Но, знаете, болтун, находка для шпиона называется. И он нам рассказал о захоронении Шекспира. Я вам дам послушать оригинал, что он нам рассказал. Но, вы знаете, ну, давайте мы сначала послушаем, а потом я поясню. И дальше я останавливаю его рассказ и вам перевожу тем, кто не знает английского языка, что он сказал. Он сказал, что Шекспир был захоронен на глубине 17 футов, то есть больше 5 метров глубиной. Я поразилась, что так глубоко. И тут он сказал, но... И стал рассказывать нам такую историю, от которой, в общем-то, у меня, честно говоря, зашевелились волосы. И я слушала, открыв рот и затаив дыхание, так же, как и мой друг тоже слушал. И, вы знаете, потом, когда мы уже вернулись в отель, и я всё не могла никак угомониться от этой истории. Я вообще, конечно, я и до сих пор немного недоумений. И я подумала, боже, так у меня же бомба в руках, как у журналиста. Любой журналист такую информацию, он может её продать за тысячи и тысячи фунтов. Вы знаете, я вам серьёзно, друзья, говорю? Вот, но друг мой сказал, что, во-первых, скорее всего, что он не в курсе. Мы вообще не знаем, кто он. Может, он просто здесь работает сторожем. Ну и он решил блеснуть перед иностранкой, что вот он такого рассказал. Он рассказал также про жену, которая здесь же захоронена, и дочка Шекспира. Вот эти все могилы, и сын также. Вот, и он там наверху показал друзей и рассказал там. Но он много чего рассказывал и показывал. Он провёл с нами целую экскурсию здесь, в этой церкви. Говорил, что у него совсем мало времени, но он так сам увлечённо нам всё это рассказывал, что, в общем-то, я же говорю, что это была просто бомба, друзья. Так что вот, теперь я обладаю эксклюзивной информацией о могиле Вильяма Шекспира, которая вряд ли вам известна. А это я вам показываю радость нашу. И мы фотографируемся возле этой церквушки на радостях, что мы туда попали. Ну и друг мой, ещё к тому же, я хочу сказать, он запретил мне рассказывать эту историю, потому что он говорит, что, может быть, человек просто расслабился, он вообще не имел права нас пускать в эту церковь. Мы ему, получается, отплатим вот такой вот неблагодарностью, можем даже его подставить. Поэтому вот мы решили, что я полностью его рассказ о могиле Вильяма Шекспира вам показывать не буду. Ну, тем более ещё и что мой друг мне запретил, да. Ну и потом вот эта вот информация, даже то, что Вильям Шекспир захоронен на глубине пяти метров, представляете, как это глубоко. И мой друг сказал, что не может такого быть, он вообще даже в это не поверил. Поэтому тут я не знаю, как ко всему этому относиться. Но вообще, скажу я вам по правде, эта история, которую он нам поведал, она действительно очень знаменательная, действительно просто бомба. Ну, может быть, когда-нибудь спустя время я и расскажу об этом, но не сейчас. Ну, я думаю, что и так, друзья, мы с вами смогли увидеть могилу Вильяма Шекспира неожиданно. Ещё и какую-то информацию получили. Ну, и вот достаточно, наверное, этого. Да и потом сам этот город я вам показываю, продолжаю показывать улицы города Стратфорд. Вот. И я так думаю, что ещё очень-очень много чего я вам дальше расскажу. Мы ещё посмотрим, конечно же, с вами дом Шекспира. Вот этот вот старинный коттедж. Обязательно зайдём внутрь. Там много чего интересного для вас можно показать. Также, друзья, я вам покажу два театра старые и новые, театры Шекспира. Также я обещала вам показать дом, где жил мой друг. Обязательно расскажу об этом, где и с кем он там жил. И, конечно же, я вам покажу массу галерей. И, в общем-то, ещё у меня для вас много чего интересного припасено. Это всё, друзья, будет во второй части. А сегодня основное, что я хотела вам рассказать, о могиле Шекспира. И я надеюсь, что вам понравилось то, что я рассказала и то, что я показала. Пожалуйста, не скупитесь на лайки, друзья, и на комментарии. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. До скорой встречи. Пока-пока.